Ближнепривозные угли мы не используем сейчас, везем в Сибирь. Ну, плюс басов получается, да? Да, и плюс топливо непроектное, это же всегда вопросы дополнительные, мало того, что затраты. То есть опытное сжигание проводим, привлекаем специалистов, наладчиков. Не каждая подходит ищет топливо. ТЭЦ в Советской Гавани работает уже 4 года. Ее построили, чтобы перейти от неэффективных угольных и мазутных котельных к более экологичному и надежному теплоснабжению. По проекту твердое топливо для теплоэлектроцентрали должен был поставлять чекдомынский ургалуголь. Однако торги выиграла компания из Сибири. Проблему руководство ТЭЦ обсудило с вреогубернатора Дмитрием Демешиным. Берется кульпанский уголь, который загружает железную дорогу, которая издалека тащится. И, значит, комплексно мы с вами эту задачу не решили. Для решения основной задачи, которую определил нам президент, это обеспечение энергетической безопасности региона, конечно, нам нужны дешевые местные марки угля. Дмитрий Демешин поручил разобраться в ситуации, когда местный уголь оказывается дороже привозного. Но дело не только в экономической эффективности, но и в логистических рисках. Топливо из Сибири доставляется по БАМу, который сейчас предельно загружен. Уголь может просто задержаться или прийти не того качества. И вот уже нужно экстренно искать альтернативу, чтобы люди не остались без отопления и горячей воды. Мы вчера буквально только были на предприятиях ДТУ и ВТУ, которые также указывают о том, что железнодорога перегружена, и заявки, к сожалению, достаточно тяжело выполняются по году 12. И в этом году, весь отопительный сезон, мы практически в ручном режиме доставляли топливо для ТЭЦ. Такая ситуация была. Чтобы не повторить риск этого года, данную работу проработаем совместно с РЖД. Также Дмитрий Демешин во время своей рабочей поездки в Советскую гавань посетил главную площадь города. Ее год назад отреставрировали по федеральному проекту формирование комфортной городской среды. А также здесь обустроили парк имени императора Николая. На все ушло 120 миллионов рублей. Однако этой весной покрытие и ограждение снова требуют ремонта. Сейчас ждем заключения экспертизы. Скорее всего, что здесь нарушена технология была изначально. То есть нет вот этих швов информационных, которые позволяли при игре плитки не соприкасаться друг с другом краями. А здесь получилось, что соприкасалось. И вот эти сколы произошли зимой, когда движение грунтов было. Александра Пескун, Смотри, Хабаровск.